предлагаю сегодня заняться пяточками скоро новый год надо быть идеальной во всем поэтому предлагаю протестировать вместе космо пятки это средство для удаления ороговевшей кожи на стопах знаете что меня привлекло ну давайте начнем с цены на вал берез сейчас этот продукт можно заказать по хорошей скидке за 296 рублей и объем здесь довольно таки большой 500 миллилитров поэтому сегодня мы с вами протестируем и ссылочку я конечно же для вас оставлю в описании так что девочки переходите заказывайте но давайте вначале конечно посмотрим на действие что делает это средство она у нас профессиональная для педикюра убирает трещины и мозоли вот трещинки это моя проблема не требует предварительного распаривания ног устраняет ороговевшие клетки кожи способствует обновлению препятствует излишнему ороговению кожи кстати хочу обратить ваше внимание здесь есть возрастные ограничения 16 плюс так что имейте ввиду состав входит щелочь поэтому мы с вами будем работать в перчатках и обязательно после всей процедуры хорошенечко помоем ножки с мылом ну и руки за одно тоже ну что давайте приступать посмотрим как космо пятки работают на моих стопах сделаем процедуру в комнате вообще конечно лучше бы в ванне но снимать мне там не совсем удобно поэтому ничего страшного смотрите я принесла перчатки для защиты рук ватные диски средства космопятки и пилочка для стоп особо брезгли вам предлагаю сейчас перемотать на просто я хочу чтобы это был действительно честный обзор мои пятки не в идеальном состоянии это у меня проблемная зона я специально не чистила для того чтобы показать вам так как есть вы видите имеются трещинки имеются шелушинки и конечно если это просто почистить опилкой вну чуть ли не через день и наносить крем тогда все будет идеально но сегодня мы с вами тестируем средством космопятки поэтому за надевалась перчатки ну такой же день каяну и хорошо промочу кстати если есть какие-то рамки то мы с вами не используем данный продукт ждем с вами 2-3 минутки и и и и и и и и и слушайте это просто обалдеть посмотрите в каком теперь прекрасном состоянии пяточка да это глубокая трещинка я никак пока не могу с ней справиться я думаю еще пару процедур и все уйдет но смотрите они прям мягкие как у младенца девочки никаких лезвий никаких замачиваний долгих никаких пакетов мастеров от супер дорогих вот сама себе мастер на дому очень нравится рекомендую ну и вспомните какая пяточка была до и какая сейчас супер пошла быстренько делать вторую ножку классное все таки средством еще хотела сказать что вы видели дам небольшой расход думаю 500 миллилитров надолго хватит но и цена доступная поэтому можно себе заказывать и заказывать я очень довольна поэтому девочки буду смело вам рекомендовать классное средство постирала что им сейчас буду их отглаживать вот в начале глори а потом конечно я вот и смотрите какая воздушная комната без штор этих тяжелых я вот думаю когда все таки повесим шторы на балконе может здесь и не нужным как вы думаете прям воздушном так хорошо но спать конечно капец потому что у нас прям вот здесь вот это вот уличное освещение глаза светило пойдем гладить story пойдем не надо все тут гнездо ведь а вот так со шторами вы уже миллион раз видели по-любому если смотрите мои влоги вот тоже мне кажется имеет место быть единственная может если бы они были бы осветлеть было будет тоже очень хорошо я хотела перевесить сюда с большой комнаты а эти туда попробовать но оказывается у нас разная длина поэтому мы с глорией вернулись свои шторы на родину а еще нашла такой красивый тюль в интернете на вал берез опять таки с фиолетовыми цветочками вставлю вам картинку прям очень понравились и думаю когда вот там вот будут уже шторы здесь повесить просто такой воздушный тюль с фиолетовыми цветочками под цвет дивана и будет очень даже миленько говорят и согласна с мамой горе спать уже будет ну давай сладких снов пирожочек кто украл снежинку из-под елки принесла с комнаты на кухню и все это творите у тебя снег тоже за окном снег и у тебя снег достри хоп снегом запорошила глорика опа хулигань он зачем тебе снежинка вот я не успела заснять как она ее тащит она не жует не переживаете она просто ее покусывает отдай отдай снизинку снег падает на глорию хоп хулиганька вот такая сладкая девочка у нее теперь знаете какая привычка она тырит полотенца кухонные тащит их комнату не знаю зачем и орет я вот такие вот мы хулиганчики пойдем обратно вернем пойдем вернем пошли все хватит шоколадная лапка если я успею заснять как она тащит то я вам покажу это очень смешно увидите снежинка большая и она такая маленькая тащит ее между лапок она и у нее это волочается все отдай я купила новый чайник заварочный помните мы купили в олимпийском парке чай который так цветочком раскрывается и все мне нужен чайник такое у меня было же на старой квартире но моим пользуются поэтому я решила купить еще один и этот я взялась вот такой вот металлической частью на крышке не знаю будет лучше или нет потому что я думаю многие знают с этим сталкивались вот такие вот крышки они идут и с обратной стороны и получается вот так вот полоска и эта часть отваливается не знаю в чем причина но у нас многие так отвалились вот с этой стороны поэтому взяла вот такую вот с металлической может будет дольше служить вроде все целую сейчас помоем и заварим с вами красивый чай oleлево это темнота как жетчаке вагон и обычные в т.д. чтобы вы затем сами купили т.д. в окном как обмена что то рвоте все плят и все свойства и спасли до конца просто в каждой всей этойificialности в мебельство все очень и 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 очень удобно Как вы видите, что-то не очень, да, симпатичный цветок. Я как-то покупала такой чай, и он красиво раскрывался таким вот разноцветным классным цветочком. А этот я когда увидела, думаю, ну, будет классный, наверное. Ну, такой обычный. Может, он еще, конечно, недораскрылся, как вы думаете. Мне кажется, все. Ну, попробуем, вкусный или нет. Вот, эффекта вау не произошло. А второй чай я покупала вот такой, здоровая печень. Здесь у нас черный чай, цикорий, календула, растеробиша, плоды шиповника. Очень сильно мне понравился по вкусу. Прям вот за ним я бы еще съездила. Вкусненький, хорошо раскрывается. Можно без всяких вкусняшек, он сам по себе реально вкусный. Одной рукой неудобно, сейчас покажу. Вот такой вот он хорошенький. И там прям целые цветочки были. Я, видимо, их уже все заварила. Вот прям рекомендую. Девочки, вкусный. Не знаю, полезно ли для печени или нет. Но как напиток очень даже понравился. А сейчас мы хотим показать вам рецепт елочки. Но в этот раз мы ее будем готовить не с яблоками и орешками, а сырно-творожным. Тоже должно получиться вкусно. Поэтому начинка может быть любая. Помните, мы вам рассказывали о том, что... Где-то видела в инстаграм, да? Ну, короче, в соцсетях есть рецепт, где из слоеного теста готовят елочку. Смазывают там нутеллы и получается классно. Мы же будем готовить сегодня из обычного теста дрожжевого. И вот она начинка. Ну что, давайте приступать. Девчонки, привет. Мы сегодня продолжаем делать елочку. Опять же экспериментируем. Тот раз Лили вам показала елочку такую экспериментальную. Там я использовала начинку типа штруделя. А теперь у меня просто вот что было в холодильнике называется. У меня вот сыр, творожок. Я решила типа начинки, наверное, сулугуни. Сулугуни, хачапури. Но на свой манер опять же. У меня творожок, российский сыр, яйцо туда вот. Ну, сыло яйцо. Немножко посолила. Сейчас мы все это перемешаем. И дрожжевое тесто мы приготовили. Обычно дрожжевое тесто на молоке. Ну, потом Лили вам все там напишет. Сейчас мы будем, попробуем еще раз. Продолжаем экспериментировать. Как всегда, кухня это место для экспериментов, вы знаете. Кому-то что-то нравится, кому-то тесто хорошее получилось, девочки. Вот такое воздушное, легкое тесто дрожжевое. Я люблю дрожжевое, почему-то, не знаю. Это с детства, хотя говорят, вредное, но сейчас и жизнь вредная. Тесто замечательно получилось. Я люблю тесто. Оно прям такое воздушное, мягкое. Немножко сейчас мы пузырики выпустим оттуда, чтобы оно... И будем делить давай, наверное, небольшую елочку, наверное, сделаем. Нам один пласт. И два одинаковых пласт, наверное, возьму. Вот такой пласт. Тесто прям такое послушное, хорошее. И будем лепить, лепить говорю. Так. Еще пузырики вон не все вышли. Сейчас. Будем раскатывать типа прямоугольника, чтобы из него потом елочку будем формировать. Вот это там кастрюлю не сверни. Ну, вот уже что-то получается типа елочки у нас форма. Я думаю, вот... И раскатываем в зависимости от противня. Да, ведь? Ну, чтоб она вот такая, чтоб более-менее равномерная везде была, чтоб где-то потолще, где-то пони... Ну, вершинку можно отрезать, если что. Ну, вот так, наверное. Да? Если вот так вырезать елочку, можно низ пошире сделать, наверное. Вот так. Ну, можно его... Вот так. Ну, почти похоже на елочку. Ну, мы вручную все это сделаем. Смазываем пергамент. Ну, да, чтоб оно потом уходило легко. Чуточку. Чуточку вот так. Так, и на него мы поможем. Вот я все, девочки, экспериментирую. Что получится, то и получится. Но предыдущая елочка была очень вкусная. Правда, мне маленький кусочек достался. Пришли гости. И я такая прихожу, а елки уже нет. А где елка? Да. Серый волк пришел. Этого бы серого волка. Похоже на елочку? Пока нет. Пока нет. Ну, пока снимай тогда. И сейчас начинку туда. Тут, наверное, творожка, наверное, грамм 300. Сыра, наверное, грамм 150. В общем, в холодильнике что есть. Все смешиваем. Чуточку посолила. Творожок такой. Не соленый, не сладкий. Мы немножко... Ну и все. Теперь мы его размазываем. Размазываем, наверное, по центру. Вот так разложим. Давить мы его. Ты помогла мне? А, ты же... Я оператор. А, ты оператор. Ты не установила камеру. Понятно. Ну, вот так, наверное. Фу. Мы елочки. Мы его размажем. Здесь побольше раскинем. Хлопаем. И вот так. Здесь не сбывается. Ножка будет. О, Глория скучает. О, тащит, наверное, снежинку. Смотри. Снежинку несет. Так, пойдемте посмотрим. А вот и Глория со снежинкой. Идет еле-еле. Спотыкается. Оно тащит. Это еще нам снежинку, Глория? Уже вторую. А обратно не относишь? Какая девочка у меня. Какая помощница. В чем прикол? Не понимаю. Тряпки, снежинки. Я вам сегодня... И ушла. Вот вторая. Глория, забирай обратно. Ушла. Мы смотрели на Глорию. Разложили начинку. И раскатывают второй пласт. Это, наверное, верхний слой, да? Верхний слой, да. Угу. Глория, это твоя добыча? Две снежинки? Целых две? Обалдеть. Видите, у Глории как травка выросла. Урожай уже у ребенка. А остальные снежинки перетащишь? Мы сегодня с ней бегали. Я просто читала, что британцев обязательно нужно гонять. Ну, вот мышечный, чтобы каркас работал. Или как это правильно называется. И я ее вот гоняю. Она от этого балдеет. Мы с ней бегаем из комнаты в комнату. И сегодня она на такой скорости в меня врезалась. Я думала, все. Мозги вылетели. Видите? Мозги налестились. Да. Скажи, врезалась так. У меня нога болела. Я не знаю, что с ней было. Ну, вот такая вот она бандитка. Но зато побегали. Тоже полезно. Мне полезно и ей полезно. Ладно, пойдемте смотреть, что там у мамана. Пропустили. В общем, она положила верхний слой, да? И вот мы теперь будем формировать елочку. Елочку. Да. Вот мама дружит с тестом. Я нет. Это у меня, знаете, как-то вот даже руки как-то не так берут тесто. Я могу вон салатики и всякое такое. Попушь на елочку. Уже, да. Уже, да. Но ты же сейчас будешь заворачивать, и будет похоже. Да. Вот эти, девочки, не выкидываем моих. Сейчас мы их на другой противень тоже что-нибудь, какие-нибудь пирожочки сделаем. Безотходное производство будет у нас. Мы пока их отложим в стороночку. Там тоже начинка есть. Ой, 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 ой. Не боюсь. А зато красиво. Ну да, хорошо. А вот крученая елочка. Сейчас я их кунгучиком еще насыплю. Только вот раз надо желтком помазать, чтобы он прилип, а то тогда мы булочки наши все в рассыпную пошли. Красиво смотрится. Кто готовил такую елочку, пишите им, и с какими начинками вы делали. Можно вот так просто беру, да, ведь, сделать. Вот так, все. Ой, какая красота. Красивая елочка. Ну, оно сейчас, это самое, схватится. Потом куда творожок пристроить-то? Что-то. Смазываем желтком. Но я чуточку масла добавлю растительное всегда, чтобы оно... Так, его сейчас мой. Мне вот, по-моему, ветки мои неровные лежат, верхняя. Надо сейчас их... Подкрутить. Подкрутить надо верхнюю, да, немножко. Да, вот тут, по-моему, не очень красиво получается. Вот туда немножко вот эти уехали куда-то. Вот так, наверное. Это вот может все быть красиво. Ну, вот так. Теперь смазываем елочку нашим желтком. И сюда. Каждую веточку. Что там несет Глория опять? Не, она просто что-то возмущается. Глория, тебе скучно стало одной, да, моя хорошая? Посыпаем кунжочком. По вкусу будет как хачапури, да, Лиля? Наверное, да. Такое делали уже. Ну, сыр, творог, дрожжевое тесто. В принципе, любую начинку можно. Вот только вот немножко повозиться надо, когда переворачиваешь, неудобно. А если сгущенка вареная с орешками там, не знаю, что-то... Тоже должно быть очень вкусно. Да, она быстрее делается и ровненькая получается. Ну, все, моя елочка готова. Так, на сколько отправляем? Ой, давай пока поставим на 30 минут. А потом 180. 180, да. Я ставлю немножко на 180, а потом уже... Можно даже на 200 поставить сразу, Лиля. Ставь давай. Вы видели, у нас осталось тесто. Поэтому мы решили попробовать и сделали вот такой импровизированный сырный хлеб. Испечем, покажем, что получится. Но выглядит уже вкусно и пахнет. Наша елочка готова. Посмотрите, какая она румяная и красивая. Очень аппетитно выглядит. Я надеюсь, кто-то не знал о таком рецепте. И благодаря нам тоже порадует своих родных. Кусняшка интересной такой елочкой. Так что тем, кто ест, приятного аппетита. Запах, конечно, потрясающий. Сейчас приготовится сырный хлеб и тоже вам покажем. И вот такой у нас получился сырный хлеб. Знаете, по вкусу елочка напоминает ачму. Мы же с вами готовили из армянского лаваша. Вкусно получается. Но вот мне кажется, что с яблоком и орешками было еще вкуснее. Надеюсь, наши рецепты вам пригодятся. Отличного вам новогоднего настроения. И я пошла монтировать этот влог. Увидимся с вами уже в следующем. Пока-пока. Такая воздушная выпечка получилась. И вот так вам покажу. Реально вкусно, девчонки. Супер. Рецепт теста я вам напишу. Рецепт теста я вам съем. Рецепт теста я вам напишу. Рецепт теста я вам напишу. Продолжение следует...